Девушки отдыхают Потому что даже на самую интересную тему, если долго говорить, то наступает некоторая усталость от материала. Я думаю, сделаем так. Минут 10 я расскажу то, что, собственно говоря, может стать такой затравкой для нашего дальнейшего разговора. А дальше просто давайте будем работать в таком режиме вопроса-ответа, чтобы была обратная связь. Во-первых. Во-вторых, очень хочется понять, что больше интересует вас. Темы у нас обозначены три. Соответственно, это проект «Макрон». Это непосредственно тема, связанная с Марин Лепен. Поскольку, как вы знаете, весной этого года были президентские выборы во Франции, где Марин проиграл, и Макрон выиграл. Это подъем евроскептицизма в Европе. И буквально последние события. Мне очень здорово, что мы сейчас этот разговор ведем, потому что буквально за последние дни многое изменилось. И это, если успеем добраться до этой темы, это революция автономии. Но это, соответственно, события в Каталонии и буквально тоже недавние выборы на Корсике. Вот это три такие рэперные точки, о которых можно было бы поговорить. Но если возникнет желание поговорить о чем-то еще, связанном или не связанном, давайте будем разговаривать обо всем, что вас интересует. Я действительно достаточно долгое время занимался Марин Лепен национальным фронтом. Причем, в первую очередь, наверное, сначала национальным фронтом, а потом уже Марин. Потому что начал я заниматься национальным фронтом, будучи студентом. Как раз тогда еще в главе этой партии стоял отец Марин Лепен, Жан-Мари Лепен. И эта партия была... Ну, называли ее у нас, как только не называли. В общем, не только у нас. Назвали ее там и фашистской, и ультраправой и так далее. На самом деле она была такой достаточно типичной, крайне правой европейской партии при отце Марин. А сама Марин, собственно говоря, которой отец вручил бразды правления партии, она, в общем, достаточно удачно провела такой ребрендинг. И из пугала, значит, такого европейского пугала, сделала вполне респектабельную партию с вменяемой очень программой, прежде всего экономической, но в том числе и политической, и социальной программой. И в настоящий момент национальный фронт – это фактически вторая партия Франции. Ну, надо сказать, что вообще произошел некий слом политической системы за последние несколько лет во Франции, потому что там была, ну, в основном такая двухпартийная система, более-менее, социалисты и республиканцы. Но сначала эту систему сломала Марин и ее национальный фронт, а затем Макрон со своим движением «Анмахш», которое сейчас у нас называется «Партия вперед, республика». И вот, собственно говоря, наверное, о Макроне, с Макрона мы и начнем. Значит, почему это важно? Потому что победа Макрона на президентских выборах во Франции – это такой самый, наверное, мощный ответный удар либеральной глобализации, который она нанесла после ряда поражений в 2016 году. 2016 год был для проекта либеральной глобализации очень неудачным. Началось все с референдума по выходу Великобритании из ЕС. Никто не верил в то, что сторонники выхода одержат победу. Но, тем не менее, они победили. В общем, я очень хорошо помню, какие настроения были даже в нашем отечественном экспертном сообществе перед референдумом. Все готовились писать статьи о том, почему референдум не принес победы сторонникам отделения, почему эта идея была обречена. Все уже подготовили какие-то такие черновики статей и каких-то экспертных записок. И потом, буквально утром того дня, когда стали известны результаты, все пришлось переписывать. Это было забавно. На самом деле, вот это был первый такой серьезный удар, который либеральные глобалисты получили. Потом, конечно же, победа Дональда Трампа на американских президентских выборах нанесла тоже либеральным глобалистам очень болезненный удар, от которого они до сих пор оправиться не могут. И было еще такое промежуточное полупоражение, когда сначала в Австрии на выборах президента вроде бы победил с очень небольшим перевесом в 0,7% Александр Вандербеллен, лидер таких... Он независимый был кандидат, но на самом деле в прошлом из зеленых. Потом выяснилось, что там были подтасовки и должен был, по идее, победить кандидат от австрийской партии Свободы Норберхофер. Потом назначили перевыборы на осень. Осенью они не состоялись, потому что там что-то было с бюллетенями, которые по почте должны были отправлять. Их снова передвинули на декабрь. В общем, в декабре Вандербеллен все-таки победил. Я думаю, что все эти проволочки, они как раз и были специально созданы для того, чтобы обеспечить ему как раз победу, потому что кандидат от партии Свободы был для проекта либеральной глобализации совершенно неприемлем. Другое дело, что австрийские события получили очень интересное развитие уже в последние месяцы, но об этом совсем позже поговорим. Вот, собственно говоря, коротко то, что либеральные глобалисты потеряли в 16-м году. Соответственно, им нужно было как-то отыграться, и вот этим полем, на котором они решили отыграться, стала Франция. Почему Франция? Франция, вообще говоря, это сердце Европейского Союза. То есть, понятно, что Германия – это экономический локомотив, но если представить себе, что Франция тем или иным способом как-то самовыпилится из ЕС, то Европейский Союз, скорее всего, просто умрет, как умирает человек, у которого перестает биться сердце. Даже если ЕС и выжил бы после самоудаления Франции, но выжил бы как такой искромственный со всех сторон обрубок, и идея наднационального сферы государства бы потерпела поражение. А это очень важно для как раз проекта либеральной глобализации. Поэтому было предельно важно не допустить победы Марин Ле Пен, которая сама себя называла «Мадам Фрэкзит», то есть как Brexit в Великобритании, так Фрэкзит – выход Франции из ЕС. Она, скорее всего, в случае своей победы, конечно, инициировала бы референдум о выходе Франции из Европейского Союза. Нельзя сказать, что у этого референдума было бы на 100% предсказуемое будущее, как, собственно говоря, и в Великобритании нельзя было этого предсказать. Но опасность, конечно, увеличивалась в разы. В связи с этим понадобилось выставить против Марин какого-то игрока, который бы ее победил. Этим игроком стал Макрон. Соответственно, Макрон, как вы, наверное, хорошо знаете, это выходец из финансовой среды. Это человек, который начинал, в общем, как инвестиционный банкир, работавший в одном из банков французской ветви семьи Ротшильдов. Но понятно, что с улицы банк Ротшильдов не попадают. У Макрона не такой великолепный, скажем так, образовательный послужной список, как у многих других политических деятелей. Но он в свое время, попав работать в Генеральную финансовую инспекцию, попал в зону влияния и на него обратил внимание Жака Тали. Жака Тали – это один из столпов вообще Европейского Союза, таких идеологических столпов. И один из отцов теории мандиализма. Что такое мандиализм? Стоит объяснять или все знают? Стоит. Значит, ну, по сути дела, мандиализм – это французский аналог термина глобализация. Как сама Марин Лепен характеризовала его, эта идеология направлена на отрицание смысла существования наций и их адаптацию к миру постмодерна, которая направлена на формирование нового вида хомомандиализм, оторванного от корней, единственной идентичностью которого является идентичность глобального потребительства. Ну, это очень такое краткое определение, но на самом деле мандиализм – это действительно идеология, которая абсолютно противостоит идеологии национальной идентичности. То есть это мир, в котором нет разделения на нации, нет разделения на государства, нет разделения даже на культуры. Это некий такой вот гомогенный бульон. То есть Атали, раз уж мы заговорили об Атали, он является автором концепции новых кочевников. То есть людей, которые работают сегодня в Брюсселе, завтра в Найроби, послезавтра в Нью-Йорке, через неделю там, не знаю, в Москве, потом в Дели и так далее. Им нет разницы, где работать, потому что они равно свободно чувствуют себя вот в этом вот мире мандиализма. Они говорят, в общем, более-менее на одном языке, условно, на английском. И окружающая их действительность, она очень такая похожая везде, где бы они ни были. Для того, чтобы обеспечить этим новым кочевникам максимально комфортные условия существования, должны быть максимально стерты все различия между нациями и культурами. Смысл этого только в повышении экономической эффективности больше ни в чем. Ну и, соответственно, в повышении вот этого самого уровня глобального потребительства. Собственно говоря, для Марин Липен, мы так все время будем перескакивать сейчас с Макрона на Марин, вот для нее главное – это борьба с идеологией мандиализма. Грубо говоря, Марин Липен, как лидер национального фронта, выступает против мигрантов не потому, что она расистка, а потому что считает, что в результате действий глобализаторов из Брюсселя Франция перестает быть Францией и превращается в такую криминогенную, заселенную этими кочевыми племенами территорию. Причем кочевыми племенами даже не в смысле тех мигрантов, которые живут в каких-то лагерях около Паде-Кале, которые называются джунгли. Нет, это именно вот эти кочевые племена, которым совершенно все равно где жить, лишь бы было выгодно экономически. Марин и сторонники национального фронта придерживают все-таки более традиционных ценностей. Они считают, что Франция – это страна с великой культурой, с великой историей. Это страна, корни которой уходят очень глубоко вообще в историю Европы. И отказываться от своей идентичности в пользу вот этой вот новой картины мира, на которой настаивает Аттали. И, соответственно, Макрон, как такая его политическая креатура, настаивать на этом для Марин и последователей национального фронта – это неприемлемо. Вот, собственно говоря, так выглядели расклады перед выборами. То есть, с одной стороны, традиционалисты-евроскептики, которых при этом всю дорогу упрекали в том, что они расисты, ксенофобы, что они продолжают неприемлемую совершенно вот эту вот традицию европейской ультраправы, которая, в свою очередь, берет свое начало еще в идеологии национал-социализма и фашизма. Тут, надо сказать, конечно, отец Марин, Жан-Мари, он несколько раз оказал ей такую достаточно медвежью услугу. В частности, когда положительно отзывался о маршале Петене, у него там личные свои отношения к маршалу, ну, суть в том, что сейчас никто в этом разбираться не будет, просто когда человек, связанный с национальным фронтом, говорит, что вот маршал Петен был все-таки человек хороший, это бросает автоматический тень на все движение, даже если сам Жан-Мари уже не является его лидером. Поэтому, собственно говоря, вот и случился известный конфликт. между Жаном Мари и Марин, в результате которого отца и основателя фактически национального фронта исключили из партии. Это была одна из тех уступок, которые Марин сделала общественному мнению, чтобы обеспечить своей партии победу. Таких уступок было очень много, на самом деле. Это было просто наиболее известное, возможно. Собственно говоря, я думаю, уже понятно, что победа Макрона над Марином Лепен и победа движения и впоследствии партии обозначает, прежде всего, победу вот этой вот либеральной глобализации и мандиалистов над традиционалистами. Таким образом, в 1917 году была отыграна важнейшая европейская карта, которая для дальнейшей судьбы Европы, конечно, играет ключевую роль. Но дальше произошли события, которые поставили под сомнение победу либеральных глобалистов. Прежде всего, это касается, во-первых, ухудшения отношений между Старой Европой, между Германией и Францией с одной стороны, даже так, между Францией и Германией с одной стороны и новыми европейскими странами, прежде всего, странами Вышеградской четверки. То есть, соответственно, это Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. И вот недавняя победа в Австрии кандидата от Народной партии Курца, самого молодого, собственно, главы государства в мире. И, собственно говоря, победа эта случилась уже несколько, пару месяцев назад, а несколько дней назад стало известно, что в Австрии будет сформировано коалиционное правительство из Народной партии, победившей на выборах, и Австрийской партии Свободы. Вот. На этом я, наверное, сейчас пока прервусь, потому что, мне кажется, все вводные уже более-менее даны. Я бы хотел, наверное, перейти к какому-то интерактивному формату. Если, собственно говоря, вы готовы задавать вопросы, я с удовольствием отвечу. Вопрос. Как Марина Липен и современный национальный фронт относятся к Деголю и то, как он развивал Францию? И нет ли в этом какого-то конфликта, как вы сейчас сказали, то, что многие ветераны ОАС, французской армии, которая была в Алжире, ведь мы где-то еще, составили, ну, если не ядро, но какой-то такой основной костяк этой партии. Нет ли в этом какого-то конфликта изначально? И такой сразу догонку, почему, ну, нет ли в этом тоже второй немножко вопрос, получается, нет ли какой-то запрограммированности на поражение? Если отец Марин говорит о том, что он про Патена, Петен, Маршал Патен, да, если забыть про Первую мировую войну, но во Второй мировой войне человек, который проиграл, который подписал, ну, подписался под поражение Франции. А ОАС тоже проиграл Алжир. Это люди, которые хотели уничтожить Деголи. В общем-то, нет ли вот в этом, то есть, как Национальный фронт относится к Деголю, к наследию Деголи? И если положительно, нет ли в этом конфликта? Спасибо. Отличный вопрос. Значит, действительно, вся история вот этих вот традиционалистов французских, это, конечно, такая немножко романтика исторического поражения. Они это прекрасно сами понимают. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что они такие солдаты, обороняющие обреченную крепость. Это забавно, потому что сама Марин и новое поколение Национального фронта, они, в общем, нацелены, конечно, на победу были. Другое дело, что в какой-то момент вот там есть этот диссонанс немножко, значит, есть старое поколение, которое там в 70-х годах было совершенно нормальным новым поколением, которое устраивало всякие уличные бои, они были очень энергичные, очень такие пассионарные, очень тоже настроенные на победу. Но потом, с течением времени, конечно, они немножко растеряли этот боевой дух, и да, они все больше стали превращаться в таких вот хранителей некого такого уходящего величия Франции. Это забавно, потому что сам Жан-Мари Лепен, он, естественно, сочувствовал УАЗ и к Деголю относился крайне скептически. Но с течением времени вот эти старички они все больше говорили о том, что, ну да, конечно, Деголь допустил массу ошибок, действительно, Алжир сдал и так далее, но все-таки Деголь был фигурой, а не то, что вот эти, которые сейчас прогибаются под Брюссель. И тут просто надо понять, что такое был Деголь. Цель Деголя вообще заключалась в восстановлении национального величия Франции. Национальное величие Франции было втоптано в грязь немецким сапогом в 40-м году. Соответственно, вот ради восстановления этого величия Деголь шел на многие компромиссы, которые с точки зрения тех же УАЗ и многих политиков были неприемлемы. Но Деголь был реалистом. Он понимал, что в послевоенном ялтинском мире для Франции остается не так много вариантов для реализации этой задачи. Мир был поделен между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Но в этом мире надо было найти какую-то хотя бы даже не очень большую, но свою полянку. И Деголь нашел эту полянку. Он сказал, что Франция будет державой с мировой ответственностью, что используя весь потенциал, который у Франции есть исторически, действительно, Франция была мировым гегемоном на протяжении веков и мировым языком фактически был французский, как сейчас английский. Используя эти наработки, Франция должна была стать посредником между двумя противоборствующими гигантами между Соединенными Штатами и Советским Союзом. И Деголь создал концепцию Европы и Отечеств. Объединение государств, которые базировались бы на государственном суверенитете ее участников. Он видел будущее Европы как конфедерацию или союз суверенных государств, в котором Франция была бы первой среди равных. Вот это была идея Деголя. Эта идея не была реализована. Эта идея была замещена вот этой идеей наднационального Европейского Союза. И в этом смысле идеи Деголя потерпели поражение. Сейчас Марин Лепен возвращается на новом видке спирали к идеям Деголя, потому что ее представление о будущем Европы это абсолютно галисская модель Европы Отечества. Которая противостоит модели либеральной глобализации а-ля Брюссель. Если для Брюсселя, для Атали, для Макрона важнейшими субъектами являются союзы, вопрос конфедерации или федерации сложной, но так или иначе наднациональные союзы, то для Марин Лепен, как и для Деголя, важнейшие субъекты человеческой истории это нация и государство. В этом смысле Марин Лепен это единственная реальная галлистка сейчас во Франции. Республиканцы, несмотря на риторику, несмотря на то, что они постоянно заявляют, что их партия это галлистская партия и так далее, реально они, конечно, крайне далеки от воззрения самого генерала, не говоря уже естественно о других политических силах, в том числе и о Макроне. То есть здесь есть действительно конфликт, потому что Деголь как человек сдавший Алжир, как человек, которого ненавидел и хотело убить ОАЗ, он не может быть официальным героем для национального фронта. Но идеи его они с легкостью берут и поднимают сейчас на щит. И то, что Марин Липен говорит о необходимости дружить с Россией, понятно, что многие политики во Франции говорили в той или иной степени. Даже Франсуа Фион говорил, что надо бы как-то налаживать отношения с Россией. Но то, что говорит Марина, это в буквальном смысле повторение идеи Деголя о Европе от Атлантики до Урала. Кстати говоря, это смешной момент, потому что в свое время вот эта Деголевская формула Европы от Атлантики до Урала ужасно напугала Хрущева. Хрущев не понял, что имеет в виду Деголь. И послу Франции в СССР была передана записка. Сейчас я ее процитирую. Если допустить, что в выступлениях президента Французской Республики речь идет об организации сотрудничества всех европейских государств в интересах мира и прогресса от Атлантики до Урала, тогда возникает вопрос, почему же в этих выступлениях говорится об СССР не как о государстве в целом, а только как о территории до Урала. и дальше Хрущев писал, мы, например, хотели бы, чтобы вся Европа от Урала до западных границ стала социалистической. Не значит ли это, что Деголь хочет, чтобы вся Европа от Атлантики до Урала стала капиталистической? И почему именно до Урала? Ну, в общем, короче говоря, был некоторый такой момент непонятки. Но с течением времени все утряслось. В Советском Союзе поняли, что речь идет о принципе мирного существования государств с разным общественным строем. Сейчас нас, конечно, такие тонкости уже не волнуют, слава Богу, но вот эта идея больших пространств, того, что Европа не должна замыкаться в маленьких, ну, просто территориально маленьких, как бы, в пространствах. И ее естественной границей являются Уральские горы. Эта идея Деголевская очень и очень близка Марин Лепен. И, собственно говоря, именно исходя из этого, она и говорит о том, что нам надо с Россией всячески дружить. И, опять же, идея о том, что, играя на балансе между, ну, тогда СССР, сейчас Россией и Соединенными Штатами Франция может выстраивать свою независимую политику. То есть, вот, это только два, наверное, примера, из там, многих примеров, которые можно привести, говоря о том, насколько вот наследие Деголя используется, перерабатывается творческим национальным фронтом. вот, вот, то, с чего вы начали свой вопрос, вот это вот ощущение исторического поражения, оно, конечно, висит, оно, как дамоклов меч, висит над всеми французскими традиционалистами. Я даже сейчас не только про Марин Лепен и не только про национальный фронт. Вот, есть замечательный совершенно человек Филипп Девилье, да, друг, кстати говоря, нашего президента Владимира Владимировича Путина, вот, бывшего министра обороны Франции. Вот, вот, он очень хороший человек, у него очень хорошая, значит, программа, вот, движение такое вполне, я бы сказал, заслуживающее внимания, да, но над ними тоже все время висит вот это вот ощущение, что они защищают обреченную крепость, что вот у них, по сути дела, при всем благородстве их повестки, как бы нет реальных перспектив на выигрыш. Я не знаю, многие ли читали книгу Уэльбека «Покорность»? Немногие, да? Очень советую. Книжка небольшая, такая, в общем, очень французская, вот, но почитать ее стоит. Вот, там, собственно говоря, описаны события, которые происходят во Франции после победы, значит, Марин Ли Пен на президентских выборах. Вот, ну, в общем, сразу скажу, что эта победа не привела к тому, что Марин стала президентом. Вот, там, наоборот, развернулись совершенно другие события. Вот, во всяком случае, вот, очень-очень советую ее почитать. эта книга, она прекрасно отражает те настроения, которые есть во Франции у целого ряда интеллектуалов, считающих, что вот они выражают правильную точку зрения, но эта правильная точка зрения обречена на поражение. Очень сложно объяснить. С нашей точки зрения это, наверное, вообще плохо представимо. То есть, если у нас есть какая-то идеология, которую мы считаем правильной, логично предположить, что мы будем бороться за нее до победного конца. Там все немножко по-другому. Причем, я не очень могу объяснить, почему это так. То есть, там есть целый ряд политиков и движений, которые отдают себе отчет в том, что правильные принципы, за которые они борются, никогда не победят. Вот. Это, к сожалению... Это, кстати говоря, один из факторов, не самый главный, но один из факторов поражения Марина Липен на президентских выборах, потому что при всей моей к ней симпатии она себя, конечно, вела абсолютно не как боец на этих президентских выборах. Это было ясно уже на дебатах. Это было ясно в промежутке между двумя температурами выборов. То есть, она вот вела себя именно как человек, который знает, что она проиграет все равно. Вот, несмотря на поддержку, несмотря на то, что результаты национального фронта улучшились там в разы, вот, все равно вот она знает, что проиграет. Может быть, это как-то связано с тем, что действительно французская политика это очень и очень закрытый такой мир. он в этом смысле отличается от американской. Там все действительно решается в очень герметичном кругу. Известно, что лидеры всех практически партий, ну, кроме национального фронта, они состоят в одних и тех же клубах. Они встречаются на одних и тех же площадках. Они так или иначе связаны с двумя основными финансовыми конгломератами. И, соответственно, в общем-то, все их конфликты это по большому счету конфликты между вот этими двумя финансовыми конгломератами. Может быть, дело в этом, потому что национальный фронт, несмотря на то, что, как я уже говорил, он стал второй по силе и влиянию партии Франции, но он не опирается на финансовую поддержку ни одного из этих двух конгломератов. Наоборот, когда, собственно говоря, началась президентская кампания, Марин, как вы знаете, наверное, отказали все банки Франции в кредитах. То есть, помимо всего прочего, она вела эту кампанию просто в очень невыгодных, в очень неравных финансовых условиях. Это примерно то же самое, как выпустить на, сражаться на гладиаторскую арену одного гладиатора с боевым мечом, а другого с деревянным. Вот примерно так. Даже если у того, кто владеет деревянным мечом, прекрасная подготовка, но, в общем, скорее всего, тот, у кого оружие боевое, его все-таки убьют. Вот примерно так. Да, пожалуйста. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Ирина, и, возможно, вы знаете, в 2017 году проходил форум Таврида, на который на панельную дискуссию приехали два журналиста, Джефф Лэб и французский журналист Ксавье Марсо. Возможно, вот. И мне удалось задать ему вопрос, связанный как раз таки с Марин Лепен, по поводу отношения, как он относится к ней на политической арене, и вообще, ну, какую роль она может сыграть в истории Франции. И на что он мне ответил, что Марин Лепен, ну, я как поняла, он относится к ней как к очень несерьезной женщине, что проще противника на политических боях придумать было нельзя. Ну, вы уже затрагивали этот вопрос, и в связи с этим еще хотелось, это первый вопрос, как вы относитесь вот к этому мнению его, а второй связанный, почему и по какой причине довольно просто, вот, допустим, снимается, или это не просто происходило, кандидатуры того же Франсуа Фиона, и как вот Эммануэль Макрон, который довольно недолго проводил вот эту свою политическую, как это правильно называется, политическую компанию, да, компанию, да, как он сумел стать президентом Франции. Спасибо. Ну, понимаете, серьезный или несерьезный кандидат, конечно, это вопрос, скорее, такой субъективный. На самом деле симптоматично, что отвечал вам французский журналист, потому что именно пресса, именно средства массовой информации и делают того или иного кандидата серьезным или несерьезным. Ну, вот, что касается Макрона, да, ну, вот абсолютно так субъективной точки зрения несерьезный политик. Нельзя сказать, что он вообще несерьезная фигура. Он, как я уже говорил, он начинал работать, значит, в банке Ротшильдов, пользовался покровительством Жака Аттали. И, в общем-то, нельзя сказать, что это проходная фигура. Вот, когда я говорил про два этих финансовых конгломерата, как раз, значит, Макрон в 2008, если я не ошибаюсь, году, он вошел в конфликт с одним из этих конгломератов, а именно с банком братьев Лазар, вот, он обеспечил покупку компании Нестле, значит, филиала немецкого производителя детского питания Pfizer. Сделка была в размере 9 миллиардов евро. На комиссионных от этой сделки Макрон стал миллионером. Но, значит, совершив эту сделку, он перешел дорогу банку братьев Лазар, которые сами хотели купить Pfizer для компании Danone. И, значит, у Макрона возник достаточно влиятельный противник Матье Пегас. Это тоже был банкир, который, собственно говоря, работал на братьев Лазар. Оба они, значит, братья Лазар и Ротшильда, значит, оба этих конгломерата, они пытались взять под свой контроль Франсуа Аланда. В итоге, значит, это удалось Ротшильдам, потому что место экономического советника при Аланде занял не Пегас, Макрон. Вот с этого момента началась политическая карьера Макрона, который до этого был только и исключительно инвестиционным банкиром и занимался вот такими спекуляциями. Дальше вы, наверное, знаете, что в 2010 году произошла известная скандальная история с Домиником Стросканом. Доминик Строскан, который был, собственно говоря, главой МВФ, он рассматривался как один из наиболее вероятных кандидатов на следующих президентских выборах. И, опять же, Доминик Строскан был главным лоббистом финансовых интересов Банка Братьев Лазар. Строго говоря, вот такого рода силы боролись во Франции в тот момент, когда Макрон начал свою политическую карьеру. По сути дела, можно сказать, что карьера Макрона по-настоящему рванула вверх, когда Строскан был арестован в Нью-Йорке якобы за изнасилование горничной. И, соответственно, через некоторое время сошел с политической сцены. Дальше, значит, Макрон становится заместителем генерального секретаря Елисейского дворца. Дальше, значит, в 36 лет он становится министром экономики и разрабатывает свой знаменитый закон Макрона. Закон Макрона это вот такой толстенный документ, содержащий огромное количество мер по либерализации экономики для экономического роста. На самом деле, это вот, в принципе, это та самая концепция Жака Аттали, про которую мы уже вначале говорили, но просто применительно к Франции. Допустим, одна из мер была, значит, разрешение магазинам работать по воскресеньям 12 раз в году. Вообще, во Франции как бы по воскресеньям магазины могли работать там, по-моему, пять раз, что ли. Или, значит, возможность работать сверхурочно. То есть, как бы ничего вроде бы особенного, но для Франции, где очень сильны традиции борьбы за права рабочего класса и традиции защиты профсоюзов профсоюзами прав трудящихся, это было такое некоторое покушение на устои. Как вот можно заставить человека выходить на работу в воскресенье? А вдруг он не хочет? Нет, может он и хочет, конечно, но вдруг не хочет? Ну и, соответственно, принятие закона было связано с целым рядом протестов. Макрон стал очень непопулярен в это время, а это 15-й год, то есть, это за два года до выборов. Национальная ассамблея отказалась принимать закон Макрона, Аланду пришлось использовать право президента продавить этот закон. И после этого Макрон уходит из правительства. В 16-м году Аланду уже абсолютно хромая утка, причем хромая на обе ноги. Вдруг вокруг Макрона формируется движение молодежи за Макрона. Просто это безумие на самом деле. Человек, который не пользовался никакой популярностью, который наоборот был мишенью постоянных нападок со стороны в том числе левых. Экономика депрессивная. Молодежь в общем не сказать, что как-то процветает. И вдруг несколько десятков тысяч человек организуют такое движение молодежи за Макрону. Потом организуется движение Амарш. И на его митинги приходит безумное количество людей. То есть толпы. Социалисты в это же время с трудом пряниками заманивают несколько сот человек к себе на митинги. Макрон запросто собирает стадионы. Очень сложно объяснить, как это все могло быть, если не предположить, что были конкретные целевые финансовые вливания и конкретная работа с прессой. Все СМИ Франции просто работали на одного человека. Это человек был Эммануэль Макрон. Его буквально на руках носили. Женские журналы называли его новым секс-символом и мечтой всех француженок. Все влиятельные газеты расхваливали преимущество его центристской позиции, которая исправит ошибки, допущенные социалистами и не повторит ошибок республиканцев. Все социологи предсказывали им победу. Никакого компромата. Французская пресса ее хлебом не кормит, а дай какой-нибудь компромат нарыть. Тоже Канар Аншене, допустим, если она не найдет на популярного политика компромата, считает, что день потерян. Нет, нет, вот ничего, вот про всех, ну, естественно, там, понятно, про Марину, на Марину даже компромат не надо искать, она просто фашистка, и все это. На Фиона компромат, на Меланшона компромат, на всех, кроме как на Макрона. на дебатах плавает Макрон, да, значит, там, если сравнить его с Фионом, в общем, слабенько, с Меланшоном вообще, Меланшон реально лучший публичный политик Франции, это вот однозначно надо сказать, вот, не говоря уже о том, что во время предвыборной компании Меланшон использовал сверхсовременные технологии, ну, например, он одновременно выступал в двух городах сразу, вот, то есть, вот, в одном городе вживую, а в другом городе голограмма, вот, но при этом, значит, вот, вот, конечно, это было очень эффектно, и на его фоне Макрон смотрелся очень очень слабенько, вот, поэтому, значит, было сделано все, чтобы во второй тур выборов не прошел ни Фион, ни Меланшон, потому что против этих Зубров Макрон мог не выстоять, а его покровителям было очень нужно, чтобы во главе Франции стоял именно глобалист, мандиалист, значит, Макрон, вот, поэтому, поэтому, собственно говоря, и никто не стал мешать Марин Лепен пройти во второй тур, вот, а во втором туре понятно было, что просто уже наработанная вот эта вот машина, там, стоп фашизм, фашизм не пройдет, там, и так далее, что она в любом случае не позволит Марин победить, так оно и произошло, но все равно результаты, полученные, значит, Марин Лепен даже во втором туре, конечно, говорят о том, что, ну, это реально, это ее партия вторая просто в стране, и говорить о том, что это не серьезные фигуры, ну, это на совести журналистов. Значит, знаете ли вы о конфликте между премьером Венгрии Виктором Орбаном и известным международным финансистом Джорджем Соросом? Знаете. Значит, год назад одна из группировок, занимающихся выкладыванием общий доступ разного рода тайных документов, ну, вот как WikiLeaks, она называется DCLix, она выложила так называемое досье Сороса. Это люди, которые состоят либо на непосредственно, значит, как бы это сказать, ну, в общем, финансово окормляются Соросом в европейских структурах, в частности, в Европарламенте. В Европарламенте 751 депутат, из них 256 находятся на содержании у Сороса. Ну, на содержании либо, значит, каким-то образом, значит, разделяют его взгляды. Вот. И сейчас это пока просто информация, которая лежит в интернете, но венгерский премьер, значит, Виктор Орбан, он уже неоднократно грозился подтвердить это на государственном уровне. Вот. То есть, вот, с одной стороны, мы имеем условного Сороса, условного, потому что он не один такой, да, и всевозможных сторонников его, этого открытого общества, а с другой стороны, мы имеем традиционалистов и консерваторов, которые выступают за более такие традиционные ценности, вот, и за суверенитет национальных государств. Вот, собственно говоря, в этом, в конфликте между этими двумя силами и заключается суть нынешнего исторического периода в Европе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова